Всем привет, дамы и господа, здравствуйте. Я рад вас видеть на нашем новом live-классе и, как я и обещал, мы продолжаем тему GPU-рендеров. И в связи последних событий мы с вами отчетливо помним, что Redshift стал частью Cinema 4D, частью компании Maxon и теперь поставляется из коробки, скажем так, вместе с синемой. Это говорит нам о том, что мы будем продолжать дальше двигаться в сторону Redshift, в сторону изучения Redshift. И так как он теперь отлично работает на Mac, а сегодняшний класс мы записываем на Mac, на Redshift и на Mac. Вы когда-нибудь такое вообще от меня могли услышать? Теперь слышите. Времена меняется. Соответственно, это говорит нам о том, что мы будем дальше писать классы по Redshift, развивать его и также развивать Redshift в рамках наших курсов Cinema 4D. Это Cinema 4D базовый и Cinema 4D продвинутый. То есть они получат большой апдейт. Сегодняшний класс у нас с вами практический. Вы уже посмотрели Live-класс GPU-рендеры сравнения, который у нас есть на портале Live-классе, где мы с вами прямым текстом открыто сравнивали Redshift и Octane плюсы и минусы. Но тот класс, он исключительно сравнительный. Мы посмотрели на свойства одного рендера, мы посмотрели на свойства другого рендера и в рамках этого класса я, признаюсь честно, немножко скептически относился к Redshift, потому что я являюсь таким заядлым пользователем Octane и очень люблю Octane всем сердцем. Но поработав еще дольше в Redshift и поняв, насколько теперь удобна связка именно Redshift с Cinema в плане интеграции, а он больше, так скажем, плотнее интегрирован в Cinema, чем Octane. Ну, не мудрено, потому что Octane поставляется как стендалон, стандартный, так скажем, стандартный сторонний, естественно, рендер, который нужно отдельно устанавливать, отдельно покупать, отдельно платить подписку. Естественно, интеграция с Cinema там не такая глубокая, как у Redshift, который теперь является частью компании Maxon, как я уже сказал. Соответственно, поработав в Redshift подольше, я понял, что он очень крут с точки зрения интеграции. Ну да, да, я это признаю. И в нем можно, так скажем, делать действительно крутые работы и развиваться дальше. Поэтому я решил снять Live Class, именно практика работы в Redshift. И сегодня мы с вами не будем сравнивать его с Octane, вы уже это и без меня посмотрели. Мы не будем особо изучать, так скажем, какие-то базовые понимания GPU-рендера, потому что мы это уже с вами сделали в Live Class и GPU-рендеры по Cinema 4D, где мы Octane с Redshift сравнивали. В этом классе мы будем исключительно на практическом примере смотреть с вами, как пользоваться Redshift и создавать действительно хороший материал. Я думаю, вы все прекрасно видели мой NFT-арт, связанный с Майором Громом, стилизованный под Моргенштерна. И сегодня мы будем работать именно с этой анимацией и попытаемся частично ее повторить, используя не Octane, как я это делал в оригинале, а Redshift. Поэтому давайте приступим, давайте посмотрим, что нас сегодня ждет. И я напоминаю, что мы сегодня говорим с вами о материалах, освещении, камере и, естественно, настройках рендера и выводе этого всего в видеофайл. Соответственно, давайте приступим. Первое, что нас ждет, это материалы и текстурирование.